Всем привет, это Новозеландский Экспресс. Новости, которые попались мне на глаза и о которых мне захотелось вам рассказать. Напоминаю, что я не журналист и не являюсь официальным медиа, так что не претендую на объективность и всеохватность. Напротив, я вообще не слежу за новостями как-то пристально, так что если уж что-то для меня и доходит, то это совсем уже выделяющиеся из общего ряда новости. Вот об этом мы и поговорим. Начнем с наброса. Если меня смотрят пропагандоны и пропагандонки, то вот вам на радость новость с громким западозагнивающим заголовком. В Новой Зеландии началась нехватка яиц, хлеба и картошки. Стоимость кормов для куриц растет, а значит растет и цена на яйца. Вдобавок к этому в феврале 2023 в силу вступает закон, запрещающий фермерам использовать маленькие клетки для куриц, которые были когда-то в ходу 84% производителей. По сути, обязуя таким образом их перейти на более просторные вольеры или вообще фри-рэндж, то есть без вольеров. Все это приводит к тому, что яиц в этом году будет меньше и стоить они будут дороже. Ситуация нормализуется, как обещают к следующему году, а пока призывают не паниковать, ибо яиц такие должно хватить на всех. Гуманисты рады, а владельцы кафе в очередной раз активно чешут голову, чтобы понять, что делать с завтраками. Ведь большинство посетителей заказывают именно омлеты или яйца Бенедикта. Бедный Бенедикт. Сообщается также о пустых полках в супермаркетах, потому как люди, как обычно, в панике бегут закупаться впрок, несмотря на рекомендации этого не делать. Кроме того, отмечается увеличение спроса на приобретение куриц, живых таких обычных куриц на сайте Трэдми. Хлеб. Еще одна проблема. В ряде магазинов покупателям разрешили брать одно хлебное изделие на человека ввиду недостатков поставки. Произошло это по ряду причин. Традиционно повышенный спрос на праздники, проблемы с логистикой ввиду сложных погодных условий в последние недели, но больше всего повлияла забастовка работников на производстве хлебных изделий. Ввиду недостаточного количества сотрудников, текущим приходилось работать по 50-60 часов в неделю, при этом с несправедливо низкой оплатой труда. Долгосрочного кризиса не планируется, не ожидается, но в данный момент во многих супермаркетах изрядно проредели полки с хлебом. Ну и для коллекции, ввиду необычайно продолжительно влажной погоды и на северном острове, и обильным осадкам, ожидаются проблемы с картофелем в этом сезоне. В общем, будем как-то выживать. В сельскохозяйственной стране. Кстати, кратко о погоде. Северный остров во главе с Оклендом бьет рекорды влажности. Осадков выпадает намного больше, чем обычно. Еще и штормит. В общем, лето там пока как-то не очень задалось. Нехватка персонала продолжается практически во всех отраслях. Вот уже и аэропорты просят запастись терпением, так как точно будут накладки с рейсами. Они и были в самые праздники. Потери багажа и прочие сопутствующие проблемы неизбежны. В сфере здравоохранения также предупреждают, что возможны локальные коллапсы, так как ковид никуда не делся и не передумал распространяться. А правительство не особо активно чешется в улучшении условий для работы медицинским сотрудникам. Некоторые действия все же делаются. Получше стали условия для медицинских работников, приезжающих из англоязычных стран. Им проще с лицензированием. Но этого совсем недостаточно для решения острой проблемы. Рынок недвижимости продолжает стремительно меняться. Еще полтора года назад ставки по ипотеке начинались от 2%. На аукционах было не протолкнуться, а дома порой уходили в 2 раза дороже их оценки. А сейчас ставки уверенно двигаются к 8%. И это не предел, ожидается больше. Дома продаются гораздо реже и дольше. Цены уже упали в среднем на 10-15%, и это тоже не предел. Соответственно, растет количество так называемых mortgage sales, когда люди не в состоянии платить ипотеку, и банк выставляет их имущество на продажу. Хорошее время для покупателей с наличкой, но инвесторы не спешат сейчас вкладывать деньги в недвижимость. Тоже будем наблюдать дальше. Мир политики пока тоже больше пугает, чем обнадеживает. Службы безопасности Новой Зеландии выпустили буклет. 2023 год, блин, буклет. Который призван помочь определить потенциальную террористическую угрозу среди ваших знакомых, друзей или близких, а также незамедлительно оповестить власти об этом. Там есть больше 50 различных пунктов, говорящих о потенциальной опасности. И если раньше это были в основном такие довольно очевидные вещи, типа тайного хранения оружия, а также радикальных взглядов на национальной или религиозной почве, теперь появился новый блок. Он о неприязни к решениям правительства, к ограничениям, вводимым в том числе, к примеру, для борьбы с ковидом. В общем, неприятные такие звоночки, некоторого перекоса в сторону «ты либо веришь, либо ты террорист». В общем, в нашем раю проблем тоже хватает. Хотя уровень и не сопоставим с некоторыми другими странами, конечно. По крайней мере, мы не бомбим, знаете ли, соседей с пены у рта, доказывая аргументами, рассчитанными на идиотов, что это все во благо света и против адского сатаны. Хорошие новости у нас тоже имеются. Например, рекордно низкий уровень безработицы за последние десятилетия. Всего 3,3%. А медианная зарплата выросла почти на 9% за год и составляет 1189 новозеландских долларов в неделю. А еще Новая Зеландия заняла второе место в рейтинге Global Peace Index, как одна из самых миролюбивых и безопасных стран в мире с высоким уровнем социальной безопасности и стабильности, отсутствием внутренних и международных конфликтов, а также низким уровнем милитаризации. На первом месте Исландия, а в пятерку также вошли Ирландия, Дания и Австрия. Вот такой важный в данное время для многих показатель. На этом на сегодня все. Всем мира после неизбежной победы добра. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова